Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь служить для нашей Церкви. Возлюбленные братья и сестры, третья глава бытия. Третья глава. Третья глава, она завершает представление развернутой драмы всей книги Библии. Тут будут представлены все основные участники, кто они, где они находятся. Что-то не так, что пошло наперекосяк, и где выход. Но уже здесь, в третьей главе, мы увидим и начало жизни каждого из нас. Мы увидим себя, кто мы сейчас, живущие в 21 веке. И кем мы были, когда было начало жизни каждого из нас. Может, и мы были там, в Эдемском саду. Мы увидим, где мы живем. Это наша Родина, наша страна. Это наши семьи, это наша Церковь. Наше участие в ее начале, ее продолжении. И мы увидим, что и почему пошло не так. Что-то не удалось. И сколько бы мы ни прилагали усилия, не все будет получаться. Но мы увидим выход, где наша надежда, даже в этом быстро меняющемся мире, мы увидим, что бы ни начиналось плохо, может стать и еще хуже. Но вмешательство главного действующего лица всей драмы Библии все завершит в лучшем виде. И последнее слово будет за великим режиссером этой драмы. Он же по совместительству и главный герой. Бытие, третья глава. Но только первые семь стихов. Некоторые размышления и некоторые предварительные выводы. Начало того, что имело влияние на всю Библию. В семи стихах нет расследования конфликта, тут нет допросов свидетелей, нет определения вины участников и нет вынесения приговора сюда. Все потом. Потом мы определим, как это событие повлияло на бытие с 4 по 11 главы. А потом, как с 12 главы бытия до конца всего Ветхого Завета. И, конечно, как евангелисты описали влияние бытия третьей главы на служение Иисуса. И в завершении, какие выводы мы найдем у Павла, Петра, у остальных авторов Нового Завета непременно. Как это событие повлияло на Павла, который писал 1 Тимофею, руководителю церкви Ефеса 1 Тимофею. И мы увидим такую гармонию, такую красоту и связь всех книг Библии. Это еще раз наша благодарность Богу за эту книгу. Но вначале прочитаем первый стих Библии. Вначале было слово. А что было вначале? 99% отвечают. Вначале было слово. Вначале было слово. Извините. «Бытие» – первая глава. Вначале сотворил Бог небо и землю. «Бытие» – первая глава. Вначале сотворил Бог небо и землю. 99% отвечают, когда я спрашиваю. «Так а что было? Что вначале сотворил Бог? Вначале сотворил Бог небо и землю. Я еще раз спрашиваю. А что сотворил Бог вначале?» Вначале сотворил Бог небо. И прежде создания материального мила был сотворен духовный мир. Там были небожители, ангелы, буквальный перевод – служители. Не все они были одинаковы. И там была иерархия. И там был порядок. И из них был один самый главный премьер-министр. Вот его портрет. Согласно традиции христианской церкви 2-3 веков, Исаия и языки, и легко запомнить. Исаия 14 глава, языки 28 глава. Описывают на примере царей того времени образ этого сильного, мудрого ангела, наделенного полными и многими полномочиями в Небесном Царстве. «Ты находился в Эдеме, саду Божьем. Твои одежды были украшены драгоценными камнями. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты совершен был в путях своих со дня твоего творения. А потом? Да коли не нашлось тебе беззакония, внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил, от красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, оговорил сердце своем. «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол и сяду на горе, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Это Люцифер Сен-Зарей, самый сильный, превосходный ангел. У него все было лучше. Но он знал, что и там есть закон, и там есть линия. Кто имеет право занимать престол? Единственный, кому воздается и принадлежит. Вся слава в том царстве. Бог имеет полное право поддерживать установленный им порядок в его же царстве. И там была граница. И там был порядок, который должны были выполнять подданные. Верные останутся на той территории, всегда останутся послушными, верными. Мятеж против Бога начался еще в духовном мире. Там появилась вот эта площадка, вот эта область, сфера непослушания Творцу. Зло. Оно не может быть сотворено Творцом. Природа Бога абсолютно святая и непорочна. Так а что ж тогда зло? Зло – это извращение того, что первоначально было добром. И Творение своим непослушанием переворачивает все с ног на голову. Все соделал он прекрасным. А люди пустились во многие помыслы. Экклесиаст. Я буду решать. Я сам. У меня есть мечты, планы. Я управляю своей судьбой. У меня свои законы. Я буду стоять за свою независимость до конца. К нам не подходи. И вот когда власть, это положение ангела, такие таланты, когда он захотел большего, ударило ему в голову, и его понесло, как автомобиль на льду. Как ответил Бог на мятеж? Ангелов, которые ушли за сатаной, обманутые, обольщенные, Бог сразу разделил на две части. Часть ушли за сатаной, остались с ним, а часть он сразу отправил в ад. И множество верных остались служить Творцу. Первое Петра, вторая глава. Уже там, на небе, было разделение до миллисекунды, до миллиметра, либо туда, либо сюда, либо колея узкая, но в послушании Богу, либо широкая, в непослушанию Богу. Вот там уже появилось зло. Непослушание добро превращает в зло, а послушание лучше жертвы. Послушание всегда, благословение, благословение, благословение. Теперь, третья глава, «Бытие». Тут уже легче. Это была первая встреча сатаны, сатана, противник, древнееврейское слово, с человеком. Человек был сотворён по образу Бога, а сатана не имел такой привилегии. И здесь, на земле, сатана сразу берётся за работу. Предводитель небесного мотежа, зачем ему откладывать, там, сразу приступил к распространению царства. Куй железо, не отходя от кассы. Распространять своё княжество, спасибо. Он же князь мира, он как настоящий террорист в саду взял заложников. Бытие, третья глава, первый стих. «Змей был хитрее всех зверей, полевых которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ещи ни от какого дерева в раю? появляется четвёртый персонаж в этом конфликте. Давайте вернёмся ещё опять к началу. Как было, как начиналось? Сначала был Бог, Бог, потом был Адам, потом жена. Бог, Адам, жена. Такой был порядок. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, сатана всё переворачивает на изнутри, всё, всё, всё сразу переворачивает здесь же. Сатана, жена и только потом Адам. Змей начинает с жены. Некоторые говорят, ну это ж жена, слабое звено. Сейчас мы увидим кое-что ещё. Это бытие Моисей. Подлинно ли сказал Бог? Правду ли сказал Бог? Посмотрите, на какую площадку Бог гонит жену. Есть неправда, это неправда от Бога. Как это жена? Ты же такое творение. Какие для тебя могут быть запреты? Где же твоя свобода? Ты вообще уверена, что правильно поняла Бога? Возможно ли, чтобы любящий Бог отказывал своим высшим творением в удовольствие есть любые плоды в саду? Вот как! Второй, третий стихи. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые седирая, сказал Бог, не ешь их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Вообще в третьей главе бытия многие стихи, они как бы открыты для разночтения. И дискуссия обычно начинается, кто же больше и кто раньше впал в грехи, или Адам, или жена. Во второй главе первой Тимофею Павел вспомнит об этом эпизоде, но потом будет. Но в бытие третьей главе мы не найдем слова грех. Это только в четвертой главе появится. Здесь мы увидим последствия непослушания. И еще в бытие третьей главе все время жена, 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 жена. И Ева появится только когда все закончится. А до этого все время Адам и жена, 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 древнееверска слова, замужем. Зато мы видим, к чему ведет непослушание Творцу. Все, что хотели в саду Адам и Ева, было правильным, кроме одного. Нельзя было есть плод с дерева познания добра и зла. Они имели там столько возможностей совершить множество хороших дел, и только одно было нельзя. Только одно, помните, одно. И вообще змей. Правильно. Как он может говорить? Разве у него есть голосовые связки? Адам точно знал. Ведь Адам дал имя этому существу. У него власть была у Адама. Это была обычная змея. Адам точно знал. У Адама была власть, данная ему Богом еще в бытие 1, 26, 28. А жена может и не знала, чем там занимался Адам. А ее еще не было вообще в это время. Есть такое мнение, что как только жена стала разговаривать со змеем, вот тогда и началось все наше грехопадение. Мне так понравилось, я вам буквально процитирую. «Ей следовало бы немедленно распознать присутствие здесь злого духа, и все же жена стала обсуждать со змеем слава Бога и его доброту. Намек на то, что Бог не заслуживает доверия, она должна была немедленно отвергнуть. Жене этот разговор дорого обойдется, ей придется заплатить за него чудовищную цену. Все, 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 все с нее началось. Извините, а где в это время был муж? Может, он пошел собирать букет для возлюбленной? Адам стоял рядом. Древнееврейский текст в шестом стихе написано, и она дала мужу, который был с ней. Оба, Адам и жена, оба, Адам и жена, оба, Адам и жена стояли рядом. они слышали голос этого гостя, его туда никто не просил, он вел себя уж больно не по-хозяйски. Мы же знаем, что нежданный гость, всегда же лучше татарина. Через несколько минут мы, я что-то не так сказал, мы вернемся к Адаму. Третий стих. И только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог. Бог не говорил это жене. Бог произнес эти слова и он дал заповедь Адаму, жены еще не было поминя. Это ее ложь. Адам как помощница, он должен научить хотя бы одному запрету, чего нельзя. Это его вина. не ищи и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не убереть. Ну, жена добавляет еще один запрет, еще одну границу, которую якобы проводит Бог. Мало того, что есть нельзя, даже нельзя прикасаться. Когда все хорошо, и когда хорошо много и долго, то кажется, что так будет хорошо всегда. Но как только начинается нельзя, запрещено, это уже кто-то уколит. Я согласен бегать в табуне, но они под седлом и без узды. Жена как бы сказала, ну, ты видишь, как нам тут живется. Кругом запреты. Обложили со всех сторон. Поплакаться некому. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, и откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Обратим внимание, маркер поставим здесь, последнее слово, которое произнес, сатана в этой главе, это слово зло. И сатана думал, что он закрыл тему. Но тут после этого все только и начиналось. И не сатане последнее слово, последнее слово всегда будет за Богом. Но вот до этого момента жена полагала разговор такой, безопасный. Но последние слова змея, конечно, должны и показать были, что это тут не так. Змей здесь поставил под вопрос Божью любовь. Божье запрещение он выставил в отвратительном свете. Он представил Бога, даятеля всего доброго, бесконечно милостивого и щедрого, эгоистичным и завистливым. Бог запретил вам есть плоды только потому, что он знает. Они дадут вам тайное знание. Знание о том, что вы можете жить без Бога и сами определять, где добро и зло. Жена, Бог не хочет, чтобы ты обнаружила в себе огромные возможности, скрытые в твоем разуме. Вместо этого он хочет, чтобы ты просто ничего не знала. И вообще у тебя явно заниженная самооценка. «А как же твои мечты? Как же твои планы? Нереализованные возможности?» И вот тут жена перестала верить в Бога, заботливого, любящего. Она отказалась верить в то, что Бог сказал себе. Непослушание заповедям Бога, если оставить его просто так, всегда приведет к потере веры. 6-7 стихи. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что нади, и сшили смокойные листья, и сделали себе обоясание». А вот теперь жена обманутая делает то, что видит. Пока она еще имела образ Божий, она знала, что хочет от нее Бог. Теперь она идет на поводу своих чувств. А чувства – это хороший инструмент, на котором играет сатана. Теперь она решает сама делать то, что она видит. Сотворенная как помощница мужчины, она позволила себе вот здесь уже действовать как голова семьи, духовный лидер. Уже проявился архетип лидер, во всем лидер, лидер с большой буквы. Она сама открыла площадку для искушения сатаной. Павел Ефесянам, четвертая глава. «Не давайте место дьяволу, не давайте ему ловушку». Адам, признанный быть духовным руководителем семьи, отказался от своей ведущей роли и послушался жену, а не Бога. А ведь он слышал все, слово в слово. Он слышал, как жена неправильно пересказала Божью заповедь, которую Адам сообщил ей точно. Он наблюдал, как она сначала поглядывала на запретное дерево, потом как она протянула руку и потом сорвала плод. И он ничего не сделал. Он не произнес ни звука, чтобы ее остановить. Адам молчал, стоял рядом, молчал. Сколько потом стало молчащих мужчинам. Бытие 16 глава Авраам молчал. Бытие 38 глава Патриарх Иуда молчал. Мы видим Адама, как он восхищается женой во второй главе. А теперь жену разрывают на части творения, над которым у Адама была власть. Все на его глазах было. Он знал, что происходит. Жена была обманута. А Адам был в теме всего. и молчал. Мы видим перемены, которые произошли в Адаме и в жене. Жена позволила сатанинскому искушению завладеть ее разумом, сердцем, волей. Адам не защитил жену и промолчал, не проявил власть, данную ему Богом, и не запретил змею влиять на жену. Оба, и Адам, и жена, отвергли роли, возложенные на них Богом. И все из-за простого, казалось бы, непослушания. Обещание сатаны оказалось ложью. Ни Адам, ни жена не уподобились Богу. Однако сатанинское слово в некотором отношении все же сбылось, и глаза открылись. Это так, но не во благо им, как обещал сатана. Они теперь узнали добро, как то, что они потеряли. Все, что сотворил Бог, было прекрасным, это уже не для них. Они переедут в другой город, в другое государство, в другой мир. И в то же время познали зло, как то, что овладело ими, и это зло на всю их оставшуюся жизнь. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Первый раз в своей жизни они испытали стыд из-за того, что не одеты. Тут не столько стыд, связанный с сексуальной областью, хотя это тоже было, мы потом будем еще разбирать, тут вот какой стыд. Они не могли смотреть друг в другу в глаза. Они увидели только после содеянного, что они натворили. Вот пример. В детстве однажды мы с другом залезли в чужой сад нарвать вишену. Высоко мы стали ветку гнуть, и она сломалась. Теперь нас точно засекут. И нам стало страшно. Мы посмотрели друг в другу в глаза, что мы натворили. И что нам теперь будет? Адам и жена хотели стать как боги, а оказались наги. А король то голый. Из области предположений. Вот если бы жена на предложение змея стать как богиня, как царица, как принцесса, вот если бы она ответила, мне достаточно того, что я уже имею образ и подобие, не хочу стать богиней, царицей, принцессой, лучше я останусь женой, женщиной, замужем. Спасибо. если бы Адам знал, вот он зная, что происходит, обратился бы к жене, знаешь, дорогая, тут ничего хорошего с этим гостем не получится, не слушай его, все он говорит ложь, все, что сотворил бог прекрасно, нам нужно только ему быть послушным. А потом обратился к гостю и сказал, тема закрыта, вот бог, а вот порох. Еще раз вернемся к первой главе бытия. Мы видим, что бог в первой главе превращает хаос в порядок. Как? Бог говорит и сказал бог, такой бог. Бытие третья глава, она тоже начинается с хаоса. Лично собратився к жене, к жене вносит хаос в уже существующее, что прекрасно. Сатана не творец. Он может только то, что добро превращать в зло, в хаос, в тьму. Адам, как представитель бога, должен был сохранить то, что ему было дано. Прекрасный дом, прекрасное хозяйство, прекрасную жену, власть, образ и подобие творца. Он должен был говорить, когда пришел хаос слова, то, отчего все происходит. Победа над сатаной. Они победили кровью анса и словом свидетельства своего. Это откровение 19.10. Адам промолчал. Тьма вошла в то, что было прекрасно. но Бог не оставляет свое творение один на один со злом, с хаосом. А вообще, где был в это время Иисус? Как научил меня Отец? Иисус там на небе из Эдемского сада услышит слова Бытие 3.15. Эта история уже для Него положу вражду будет битва. Если одно из сражений будет проигранное, это не значит, что битва, ни в коем случае. Добро, любовь, послушание, милость все равно будет окончательная победа за Богом. Иисус как никто там увидит, какой ценой это будет одержана победа, когда все зло Его служители будут уничтожены, вся троица будет сражаться. И Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. Иисус будет учитывать ошибки первых людей в Ведемском саду, и Он будет отвечать, когда встреча была в пустыне, как написано слово в слово, когда один на один в пустыне, без труб, без барабанов, вдали от умных городов. Моисей пять книг, и у Матфея здесь пять больших разделов его Евангелия. И один важный раздел у Матфея о церкви. Только Матфей употребляет два раза слово церковь, никто из евангелистов не употребляет. Первый раз Матфея 16-18. И я говорю тебе, ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Церковь, новый народ, Иисус будет создавать новый народ. И сатана, когда услышал это слово, он не мог упустить случай, навредить снова Иисусу. Для учеников слово прозвучало впервые. Но здесь Иисус сказал, чтобы это новое явление произошло в истории, Иисусу нужно было идти в Иерусалим и там убитую. Там его ждет самая страшная и позорная смерть того времени. И Петр, не понимая, что создание церкви это тоже произойдет на кресте, потом Павел позже напишет Ефесяна, Петр сразу бросается вперед. Петр начал прикословить Ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобою, Иисус мгновенно останавливает Петра. Он же обратившись сказал Петру, отойди от меня, сатана. Древние еврейские тексты говорят так, Иисус сказал Петру, стань за мной. А некоторые переводчики еще прочитали так, стань за мной, здесь сатана. Петр, не сообразив, что он дает место еще одной личности, снова перевернуть идею. Не надо крест, можно не начать решить вопрос. Петр коснулся того, что, можно сказать, было важнейшей целью служения Иисуса. Иисус ставит Петра за собой. Петр первым спустя несколько месяцев от этого эпизода скажет в день Пятидесятницы цель достигнута. Иисус закрыл собой атаку сатаны на его церковь. Иисус знал, что ему предстоит стать вторым Адамом. А ведь один из образов церкви это жена Откровения 19.7. Иисус стал между сатаной и церковью и защитил церковь. Второй Адам сделал то, что не смог сделать Адам. Помолимся Богу! Богу!